Этот фартук парадный на последний звонок, он достался мне от моих тетей еще с далекого 2006 года, когда они заканчивали свою школу. Кира отличница в школе, на последнем звонке тоже решила быть прилежной. Наряд выбирала самые классические, скромное платье, белый фартук, полное соответствие дресс-коду. Тут будут бантики, а может они будут, может гольфы. Выбор наряда на последний звонок – дело личное. Единого стандарта нет. Выпускники сами решают, будет это белый верх и черный низ, или что-то более современное. Ой, я так волнуюсь перед последним звонком. Может быть бантики добавить? Бантики? Ну, в принципе, можно, да, вот накатчики повешать. Настя решила на последний звонок надеть свое повседневное платье, не покупать и не искать по знакомым. Фартук шили вместе с мамой. И вуаля, от советской школьницы не отличить. Я себя чувствую в ней очень уверенно, мне она очень нравится. Я думаю, что менять в этой форме ничего не надо, так как это традиционная форма, она должна быть такой, чтобы все понимали, когда видели на фотографиях, что это выпускник 11 класса. Есть выпускники, у которых подход к последнему звонку нестандартный. Современная стрижка, модный лук и яркие губы. Что касается мужских предпочтений, то здесь в фаворите стиль кэжу. Джинсы и кроссовки легко и, главное, современно. Для учеников гимназии «Универс» костюм «Тройка» скорее исключение из правил. Он сковывает человека, то есть лишнее движение, ну, не сделать, например, в рубашке, в пиджаке, как бы, ну, я люблю более просторно, более свободно. Я считаю, что это прошлый век. Мы же не должны каждую традицию соблюдать годами. Все меняется, мир меняется, жизнь меняется, люди меняются. А вот Полина Шульженко выбрала строгий стиль, но без фартука категорически его не хотела. В каком-нибудь более классическом наряде, например, в этом платье, потому что, мне кажется, оно мне очень идет. Синий цвет мне к лицу. А фартуки с кружевными фартуками, на мой взгляд, не очень популярны сейчас. Банты и гольфы, мне кажется, уже вышли из моды, и, на мой взгляд, это муветон на сегодняшний день. Лично мне не очень нравится такой тренд. А тренд этот появился еще в прошлом столетии. Тогда школьная форма была обязательной для всех учащихся. Так выглядели школьницы в 70-е годы прошлого века. Школьную форму для девочек шили обязательно из полушерстяной ткани по госстандарту, коричневого цвета. Что касается фарточка, то он был обязательно белого цвета для парадных выходов. И был он из шелка. Последний звонок – это шанс примерить школьную форму и почувствовать себя первоклашкой. Ведь совсем скоро, за порогом школы, ребят ждет новая взрослая жизнь. И такой возможности уже не будет. Вспомнили свой последний звонок Татьяна Рябова, Константин Шубкин и Денис Шабанов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова